Всем привет! Сегодняшний выпуск посвящен крупнейшему городу Казахстана и Средней Азии, городу Алматы. Что посмотреть и где побывать за один-два дня. Памятник верблюда, ступное животное, очень важное для казахского эпоса. Декабрь месяц, погода достаточно теплая, около 0 градусов. Вообще здесь недавно было минус 10-15, это тепло сейчас. Алматы достаточно большой город, здесь проживает более 2 миллионов человек. Гуляя по центру и вообще по Алматы, ну не чувствуется, что это огромный мегаполис. Дело в том, что здесь нет высоких небоскребов. Город расположен в поплавине и здесь даже случались землетрясения, поэтому слишком высокие дома здесь не строят. В центре города множество домов, которые построены в советский период времени. Надо отметить, что они в достаточно хорошем состоянии, за домами ухаживают, но не только за домами. Здесь ухоженные парки, скверы, бульвары. И очень приятно прогуляться по обычному городу, по обычной застройке. Климат в Алматы достаточно мягкий, особенно если мы сравниваем с другой частью страны, со степной зоной. Поскольку Алматы расположена в горах, то здесь ветер дует меньше и, соответственно, теплее. Также лучше растут деревья, растения. Город считается достаточно зеленым. Жебек-Жалы, местный Арбат. пешеходная улица самая популярная в городе зимой на улицах очень мало велосипедистов но тем не менее если есть желание можно взять в аренду обычная урна лавочки в современном стиле казахский национальный театр центре города красивое здание и вот рядом с ним улица частично пешеходная улица панфилова украшены к новому году прогуляемся по этой улице вниз обратите внимание магазины сами прошают небольшую территорию рядом с ними перед новым годом станция метро справа показалось здесь очевидно это фонтанчик сейчас конечно не работает зима немного необычная активная площадка на улице панфилова стоят такие вот похожие на ярмарочные киоски правда всего лишь несколько работает девочка везет домой увидим смотрите как стильно украшает магазин косметики же бег жалые улицы на которой я уже был ходил правда с другой стороны пешеходная зона справа небольшой торговый центр здесь офисное какое-то здание есть интересный такой жилая постройка и 10 по мурал так близко жилой дом находится торговый центр смотрите какая интересная улица пешеходная зона справа в середине велодорожки и несколько полос для автомобилей красивый купеческий дом иногда в центре города встречаются такие бизнес-центр кстати обратите внимание на орнамент слева и справа а рык полезен не только во время больших дождей зимой идет калотики все стекает поскольку местность получается здесь под наклоном все дальше будет потекать и в одном месте собираться по всей улице из той с другой стороны лютеры часто для перехода нужно нажать вот приключилась можно идти район по которым я сейчас гуляю в народе называют золотой квадрат и с одной стороны здесь очень развитая инфраструктура построено много советское время то есть дома трех четырех пятиэтажные другой стороны поскольку это самый центр города стоимость квадратного метра здесь поистине золотая мне повезло удалось увидеть алматы таким ярким красивым прекрасным как говорят местные жители такое бывает к сожалению не часто дело не в том что иногда подводит погода в том что из-за выбросов часто стоит смог общество в казахстане считается достаточно светских и каких-либо проблем между людьми разных вероисповедания и национальности нет из религиозных сооружений выделяет центральная мечеть который вмещает 7000 человек и вознесенский кафедральный собор кстати собор и мечеть расположены недалеко друг от друга буквально минут десять пешком необычно выглядит собор архитектуры разноцветные купола кстати собор был построен в начале двадцатого века но после того как к власти пришли большевики советская власть сделала из этого собора со временем краеведческий музей и лишь девяносто пятом году собор был возвращен и возобновилась служба если гулять по центру города алматы вот можно натолкнуть такой интересный памятник виктору цою игла это фильм в котором виктор все снялся сквере рядом с памятником расположены также таблички с отрывками из песен виктора цоя здание гостиницы казахстан является одним из самых высоких в городе интересная его форма сверху как будто корон местные жители мне рекомендовали туда подняться на один из высоких этажей где находится sky bar к сожалению попытка заснять что-то из этого бара закончилась неудачей директор запретила снимать так что не буду рекомендовать подниматься алматы очень хорошие дороги но по крайней мере те дороги по которым я ездил но как жалуются местные жители час пик можно простоять час а то и больше в пробках фактически каждый вечер одна большая пробка во всем городе сожалению город не сильно рассчитан на то количество автомобилей которые сейчас алматы очень зеленый гор я рекомендую посетить два самых больших объекта это ботанический сад и парк перу президент ботанический сад это больше чем парк здесь проводят различные опыты научные работники есть лаборатории выращивают разные деревья в том числе которые привозят из европы кавказа азии и других мест работает институт территория ботанического сада достаточно большая более 100 гектар здесь растут разные деревья лиственные войны и даже плодовые рекомендую здесь побывать погулять хорошо не только летом когда зелень но и зимой тоже не очень хорошо что такой ботанический сад находится просто в городской черте есть рядом большие здания дорога внутри города большой парк стоит учитывать что посещение ботанического сада не бесплатно для взрослого стоимость порядка тысячи тенген парк первого президента огромный он полностью бесплатный парк относительно новый деревья многие еще не слишком высокие белок здесь кстати очень много белки такое ощущение что как домашние животные уже не боятся человека спокойно подходит за едой к многолетнему президента казахстана нурсултану назарбаеву скажем так сейчас неоднозначные отношения но тем не менее этот парк наверное как можно сказать как памятник его президентство дело в том что на этом месте были совхозы которые были закрыты после развала союза и вместо того чтобы продать этот участок и сделать какие-то коттеджные поселки все-таки было решено открыть большой парк с 2001 года начали его создавать и открыли 2011 витальский садик витальский садик витальский садик витальский садик Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас поднимемся наверх, на гору. Интересно, конечно, что внизу частные дома расположены, гаражи, какие-то строения. Дорога. Очень интересно со стороны посмотреть сверху, с высоты птичевого полета. Продолжение следует... Я сегодня поднялся, и как раз туман, и ничего не видно. Еще один важный момент. Температура в городе, то есть внизу, и здесь как-то B отличается. Здесь гораздо холоднее. Вот я поднялся и прям почувствовал. Почувствовал. Ну и вообще здесь находится парк, аттракционы, то есть можно прогуляться, посидеть в пафе. Мой друг Артур подсчитывает купюры. Полторы тысячи инге стоят в лесу обозрения. Сейчас это где-то 3,5 доллара. Место для выступлений. Яблоко, как символ Алматы. Здесь похоже фонтан. Говорят, если вы посетили Алматы, обязательно нужно побывать в октябре и сесть, посидеть на скамейке Битлз. Зимой, правда, очень холодно, вот только можно... Ой, осторожно и быстро. Какая вот традиция. Внизу город. Очень плохо видно. Крайне рекомендую подняться в горы по живописной дороге. Всего лишь 25 километров до катка Амидео. 35 километров до горнолыжного курорта Чимбулак. Расположены они друг друга очень близко, 10 километров. Рядом с Амидео находится дамба, плотина, которая удерживает, казалось бы, небольшую речку. Выход из берегов, вот сели. К сожалению, в прошлом были неприятные инциденты, когда до отсутствия такой плотины все исходили вниз и все испытали на своем пути. Вообще Амидео считается очень хорошим профессиональным стадионом. Здесь проходят соревнования самого высокого уровня, чемпионат и первые странирования Азии. Но в целом сюда приезжают кататься просто любители, которые, можно сказать, только стоят на коньке. Раз посмотрим, какие тут цены. От Амидео до Чимбулака можно добраться тремя способами. Первый способ – это взять специальное такси, либо экоавтобус. То есть на обычном автомобиле туда нельзя добираться. То есть это запрещено. Второй способ – это просто дойти пешком. Правда, нужно иметь хорошую физическую форму. Даже если вы будете спускаться вниз, все равно это очень сложно. И третий способ – это просто сесть в кабинку. Ну, конечно, это не бесплатно, но зато вы будете наслаждаться прекрасными видами. Горнолыжный курорт Чимбулак находится на высоте свыше 2200 метров. Здесь расположены 8 трасс различной сложности. Как для тех, кто только начинает кататься, так и для профессионалов. Можно здесь взять в аренду горные лыжи, различную копировку, сноуборд. Помимо этого, здесь также расположено множество кафешек. Кстати, готовят очень вкусные павелы. И еще здесь есть отели. Отели, конечно, очень дорогие. Вообще инфраструктура считается очень хорошей на лыжном курорте. Друзья, даже если вы не умеете кататься, я все равно советую посетить грнолыжный курорт Чимбулак. Здесь отличный воздух, красиво, вкусная еда. Это стоит того, чтобы сюда приехать. Спустились вниз. Кстати, местные жители советуют по возможности подниматься наверх, то есть приезжать в эти места в будние дни. Потому что выходные здесь очень много людей. И можно даже час простоять или больше в очереди на подъемник. Это касательно и катка Медео, и грандолыжного курорта Чимбулак. Алматы производит хорошее впечатление и в вечернее время суток. Город достаточно хорошо освещается, и прогуляться здесь довольно приятно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, до новых встреч!